В эфире 4 канала программа 7 дней прибужья. Меня зовут Анна Боякевич и я приветствую жителей Брестского района, а также всех, кому интересна жизнь нашего приграничного края. И вот о чем расскажем сегодня. Холокост не минул жителей Домачево. Об этом говорили во время визита временного поверенного в делах Израиля в Беларуси. Исследование школьников. Районный этап научно-практической конференции прошел в Чернавчицах. Раскрывают и совершенствуют таланты. Занятия в Черненской школе искусств. Чернавчица или Страдич. Суперкубок Брестского района по футболу. А теперь обо всем подробнее. Сохранить общую историю. Около трех столетий евреи проживали на Домачевской земле, но в годы Великой Отечественной были жестоко убиты фашистами. Тему памяти о трагическом прошлом обсудили в местной школе с временным поверенным в делах Израиля в Беларуси. Мы пишем научно-исследовательские работы. И главное, что у них есть, это истории обычных людей. Защищал нашу родину и потом восстанавливал память об общине. И те, кто сражался за память уже за границей, когда осуждали коллаборационистов. Те, кто сражались за независимое государство Израиля. То есть это уже вторая их родина, но они никогда не забывали о своей первой. В основе воспоминания потомков материалы, которые находят в архивах Беларуси. И оцифровки, в том числе документов Израиля и США. В Дамачево история евреи заинтересованы особенно, ведь они основатели поселка. Еврейская община, она в Дамачево проживала практически три столетия, даже больше. Когда появились здесь галендеры, вслед за ними появились и евреи. Основали Дамачево. В переводе можно перевести как город переводчиков. Они формировали культуру, историю нашего поселка. Не каждому местечку, не каждому поселку удается найти такое количество воспоминаний, мемуаров. Да, они на разных языках, на иврите, на английском. Но тем не менее, кропотливым трудом мы переводим и узнаем все новые и новые подробности жизни обычных людей. Конечно же, нам приятно, что данной темой заинтересовался и веренный, поверенный Израиля. Дамачевская школа вообще хранит память историческую на протяжении многих лет. Да, и собирает материалы, которые учащимися добываются. У нас есть отряд следопыты, который занимается данной работой. И формируем сборники. К слову, Дамачевская школа стала первой точкой на Брещене, куда с рабочим визитом приехал временный, поверенный в делах Израиля в Беларуси. Знать и сохранять общую историю крайне необходимо. Для меня это выражение нашей оценки деятельности школы, учеников школы, учителей школы по сохранению памяти жертв Холокоста. Это для меня важно и как для гражданина Израиля, и как для еврея, и как для израильского дипломата, и как потомка семьи, часть которой была уничтожена в Брестском гетто. Потому что часть моей семьи происходит отсюда. Мой дед родился в Бресте, часть его семьи погибла в Брестском гетто. Поэтому для меня было очень важно посетить это место. До Великой Отечественной на Домачевской земле проживало более трёх тысяч евреев. Во время оккупации им пришлось жить на территориях двух гетто – местном и Тамашовском. Но в сентябре 1942-го они были расстреляны фашистами. По одной из версий, жертвами Холокоста стали более 2700 граждан. Сейчас в посёлке не осталось ни одного еврея. Анна Буйкевич, Владимир Казаков, «Семь дней при Бужье». Районный этап научно-практической конференции среди ребят 8-11 классов прошёл в Чернавчицах. Участники от всех школ. Свои исследования они представили на шести секциях. Их интеллект буквально не знает границ. Несмотря на юный возраст, эти ребята уже добились высоких достижений в разных образовательных предметах. Но всех их объединяет одна общая черта – они очень много трудятся. По этому краённому этапу научно-практической конференции с наукой в будущее ребята и их педагоги отнеслись с особым усердием. Это научная конференция среди детей, где большая часть работы ложится на ребёнка. Задача учителя – поддержать, помочь, что-то подредактировать, исправить, направить в нужное русло. С сентября уже занялись конкретно, каждый день работали. Арсений проводил исследования. Потом мы всё это собирали, материал, проценты высчитывали, делали выводы, читали литературные статьи, различные научные статьи, думали, на правильном ли мы пути, или, может быть, что-то не то делаем. Но в итоге, я думаю, у нас получилась неплохая работа. Непростой задачей перед участниками научной конференции стал и выбор темы собственной презентации. Удивить членов жюри научными изысканиями, при этом суметь донести найденную информацию в отведённые 10 минут, требовало самообладания и уверенности в себе. Я думаю, что самое сложное было – это собрать информацию и правильно распределить её, потому что, чтобы уложиться в такое довольно короткое время, нужно было правильно её распределить. Нам было очень интересно происхождение названий месяцев и дней недели, а также эта тема, думаю, была бы полезна для общества и для детей, изучающих английский язык. Заголовки играют важную роль в привлечении внимания читателей. И можно даже сказать, что заголовок – это своеобразный крючок, заглотнув который, читатель полностью погружается в статью и не может от неё оторваться, пока не это читает до конца. Я считаю, что моя работа достойная, хорошо написана и презентована. Отмечают организаторы научно-практической конференции и ежегодный рост учащихся, желающих проверить свои знания на более высоком уровне. Ежегодно учащиеся школ Брестского района принимают активное участие. Учащиеся нашего района всегда бы занимали призовые места и на области, и на республике. В этом году зарегистрировалось 55 учащихся для участия в этой конференции. В прошлом году у нас было меньше детей, а в этом году аж 55. По сравнению с прошлым годом, это 31 ребёнок. Стоит отметить, победителям районного и областного этапов прошлого года удалось проявить себя и на республиканском. Шестью дипломами разных степеней пополнилась копилка умников и умниц Брестского района. Нет сомнений, этот год будет не менее продуктивным. Наталья Луговкина, Юрий Плинда, 7 дней прибужья. Более 30 лет Чернинская школа искусств готовит музыкантов. Стипендиаты государственных премий, а также единственный в районе оркестр, гордость учреждения. Екатерина Косынюк с подробностями. Детский образцовый цимбальный оркестр по праву считается гордостью и символом детской школы искусств Агрогородка Черни. Оркестр – одна большая семья, где один за всех и все за одного. Мне нравится играть в оркестре. Мы учимся играть все вместе, как одно единое целое. Мне нравится играть в оркестре, потому что музыка развивает таланты. Мне это нравится. Мы играем большой семьей под названием «Оркестр». Мне нравится играть в оркестре. Остальным не знаю как, но почему-то мне это легко дается. Может, потому что умею слушать других. Именно духовность, творчество, культура и патриотизм – основные концепции школы искусств. Помогают детям видеть мир в красках талантливые педагоги. Каждая из них – мастер своего дела. У нас основной задачей является донести до детей, что мы воспитываем в них духовную нравственность, что коллектив объединяет детей в общую сплоченность. Второклассницы Вероника и Вика занимаются по классу фортепиано. Под четким контролем педагога играют лявониху в четыре руки. Мне нравится играть, потому что можно почувствовать пианино, и мама любит слушать, и папа даже учится со мной. Музыка дает мне счастье и радость. Сегодня в школе работает 18 учителей. Под их попечением более сотни учеников по специальностям фортепиано, скрипка, цимбалы, баяна, кардион, кларнет и саксофон. Показатель добросовестного труда, победы в республиканских и международных конкурсах, награды и поощрение специального фонда президента Республики Беларусь. Гордость нашей школы – ученики, да, и гордость нашей школы – наши педагоги. Поэтому, если талантливый педагог, он может научить, он может, скажем, зажечь искру, добавить искру, и чтобы загорелся факел. В Брестском районе действует восемь таких школ искусств, а также два филиала. Обучаются музыке и искусству более тысячи мальчишек и девчонок. Ежегодно школы пополняются новыми инструментами, а значит, юным музыкантам создаются самые благоприятные условия для творческого развития. Суперкубок Брестского района по футболу прошел накануне в Чернавчицах. За звание лучшей команды боролись местные и игроки-естрадичи. Кто же стал победителем, узнаем в следующем сюжете. Ухоженный натуральный газон, квалифицированные судьи, узнаваемая форма и, конечно, болельщики. Футбол в Брестском районе любят. У каждой команды есть своя группа поддержки, которая посещает и выездные матчи любимых игроков, как и эти страдичские болельщики. Я весь сезон отъездил. Я даже раньше играл за них. Лет шесть. В страдичах любят футбол? Очень. У нас большое количество болельщиков приходит на домашние игры. Вы кого приехали поддержать? АО «Замир» Теремистович. Вы кого-то конкретного приехали поддержать или всю команду? Приехали поддержать команду. Каждый матч посещаем. Все очень нравится. Для чернавчиц в этот день площадка домашняя. Пропустить такое событие местные болельщики не могут. Довольны игрой команды? Конечно, очень. Да, тем более друзья мои идут, играют. А давно вы болельщик чернавчицкой команды? Да, давно, всю жизнь. Суперкубки выиграют и возьмут, я уже думаю. Для вас есть какие-то фавориты в чернавчицах? Ну, игрок. Пашка, да, у нас Пашка бегает. Хороший, нападающий такой. А сами пробовали свои силы? Конечно, постоянно. Раньше играл, когда был моложе. Ну, вообще в чернавчицах любят футбол? Конечно. У нас все играют. У меня дети играют. Ай, Светана, молодец! Все футболисты. Среди любителей футбола действительно есть и восходящие звезды самой популярной игры. С одной стороны поддерживают своих, с другой учатся. Планы на жизнь серьезные. За чернавчицей! Приходите на каждую. Молодцы. А сами в футбол играют? Да! Сейчас на тренировку пойдем. После этого матча. А ты как-то планируешь свою жизнь связать с футболом? Конечно, планирую. Хочется где-то играть, испытывать себя. Ну, как ты считаешь, чернавчица – это достойная площадка для начала футбольной карьеры? Я считаю, что да. Даже очень. Борьба за суперкубок шла с заметным преимуществом хозяев. Команда ООО «Чернавчицы» на определенном этапе встречи опережала соперника на пять очков. Гостям все-таки удалось ответить результативными атаками по чернавчицким воротам. Итог встречи – плюс три у принимающей стороны. А также и сам суперкубок. Да, победили. В начале игры повезло. Моменты реализовали свои. Потом игра была упорная. Мы не забивали. Соперник не забивал. Ну, а в конце уже пошел открытый футбол. Каждая из команд забила. Повезло нам. Поле наше. Тоже поведение. Ну, дом помогал. Да, стены помогли. Поле, наш мяч. Уступив чернавчицам в суперкубке, тем не менее, команда ООО «За мир» увезет в Страдич другой кубок – долгожданный. Чемпионом района становится уже в пятый раз. Правда, после перерыва в целых восемь лет. Игрой команды свои. Ну, да, да, да. Как бы в целом мы там получили три поражения. А в основном у нас как бы победы. В конце были у нас серьезные игры с чернавчицами. Там и Вистыч, и Матакалы молодцы. Как бы все стойкие команды, бойки. Как бы чемпионат получился серьезный. Ну, и мы получили здесь победителя. Мы очень рады сейчас нам. Таким образом, суперкубок у чернавчиц. А вот в чемпионате района места распределились следующим образом. Третье место у западного из Матыкал. Серебро забрала команда ООО «Чернавчицы». Победитель сезона – ООО «За мир» Страдич. Всего за 36 игровых сезонов в районе победителями становились 12 команд. Борьба за футбольные кубки, кстати, проходит в рамках общей спартакиады района. За звание лучших состязаются в различных видах спорта. Начиная с 1987 года Брестский районный исполнительный комитет совместно с Брестской районной профсоюзной организацией проводит ежегодную спартакиаду для работников агропромышленного комплекса. Эта спартакиада идет целый год, круглый год, начиная с апреля месяца и вот заканчивая уже ноябрем месяцем подводим итоги. Еще в рамках нашей спартакиады нам еще осталось посоревноваться в гиревом спорте, в волейболе и в настольном теннисе. Но вернемся к футболу. Новый сезон с нетерпением ожидают все любители спорта в прибужье. Кстати, юные болельщики пообещали, что обязательно проработают вопрос фан-клуба любимой команды. Сами игроки тоже настроены решительно, а это значит, борьба за заветные кубки в Брестском районе продолжится. И нас ожидает интересный футбол. Вероника Яковец, Юрий Плинда, 7 дней прибужье. На этом вся информация. Хорошего вам вечера и плодотворной рабочей недели. До встречи в программе «Семь дней прибужье». Редактор субтитров А.Семкин